Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях среды 20 марта вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. Осудить и снести. Хостинский суд не признал права собственности застройщика на 14-этажный жилой комплекс Гринхоста. 185 миллионов на сохранение лесов. В край разработан новый экологический проект. Мастер-класс от звезды кинематографа Александр Петров поделился опытом с юными сочинскими актерами. Миллионы волонтеру. О возможности принять участие в конкурсе с денежным призовым фондом сочинским добровольцем расскажут в рамках Дня открытых дверей Центра развития волонтерства. А еще в Международный день счастья Сочи возглавил рейтинг самых счастливых городов России. Очередной дом в Сочи готовят к сносу. Хостинский суд не признал права собственности застройщика на 14-этажный жилой комплекс, который был возведен на землях садового товарищества Сутугинское в Хосте. Суд удовлетворил требования администрации города о сносе незаконных высоток. Комплекс был построен в 2015 году и получил название «Гринхоста». С момента начала строительства администрация судилась застройщиком, при этом он продолжал надстраивать этажи и продавать квартиры, зная, что зданием грозит снос. Более того, он не подключил дома к сетям водоснабжения и водоотведения. Было только подключение на время строительства. Жилой комплекс «Гринхоста» там не только отсутствует легитимное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, там также нет подключения к системам пожаротушения. Поэтому этот дом небезопасен во всех смыслах, в том числе и с точки зрения тушения пожаров. Очередная административная проверка заставила застройщика явиться в суд в третий раз. Теперь закон встал на сторону мэрии. Местные жители одобряют позицию властей, которые активно борются с самоволками. Хосинцы недовольны, что очередная новостройка тяжким временем ложится на общие коммуникации. 45 лет назад были построены дома, потому что там же и канализация проходит, и электросети проходят. И все это рвется, все это ломается, а мы за счет своих денег потом это должны восстанавливать. Может от того, что действительно экономят, не смотрят на такие нюансы, хотя сразу нужно смотреть, где разрешение на строительство, где документы, какой застройщик, какая его история, как он работает и прочее. Если все это сомнительно, просто нужно отказываться от покупки и искать нормальное жилье. Но там, где все по закону, квадратный метр, конечно, дороже. В итоге люди рискуют и покупают подозрительно дешевое жилье, тем самым вообще лишаются средств. На земельном участке садового товарищества Сутугинская в Хосте разрешение было только на три этажа, а застройщик в данном случае возвел 14. Нарушил правила землепользования и застройки и обманул покупателей. Теперь он осужден, а объект подлежит сносу. Дальше администрация понуждает гражданина Гордечука к тому, чтобы он исполнил свое решение суда, которое вынесено о сносе. Для этого заявлено исковое заявление об изъятии земельного участка. Взыскана судебная неустойка с гражданина Гордечука, которая взыскивается с него ежедневно, вплоть до того момента, пока не будет произведен фактический снос объекта. В Сочи в плане на снос 54 дома. Это объекты, признанные судом незаконными. Но от них не факт, что все они будут снесены. На прошлой неделе мэр Сочи встретился с обманутыми покупателями и было принято решение по каждому проблемному дому создать отдельную рабочую группу. Возможно, те дома, которые уже заселены, обследованы специальной комиссией и соответствуют нормам противопожарной и сейсмической безопасности, смогут избежать сноса. Но вряд ли этот комплекс войдет в их число. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Вениамин Кондратьев встретился с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным в федеральном ведомстве. Губернатор, а также его заместители Василий Швеции и Сергей Болдин обсудили с министром реализации национального проекта «Экология». В Краснодарском крае в рамках исполнения задач президента разработан проект «Сохранение лесов». За три года на эти цели будет направлено более 185 миллионов рублей. Прежде всего, средства направят на работы по восстановлению лесного массива. Как отметил Вениамин Кондратьев, в этом году на территории края посадят 50 гектаров лесов. Это около 80% от площади погибших и вырубленных деревьев в прошлом году. Также на Кубани утвержден региональный проект «Качество питьевой воды». В его рамках модернизируют системы водоснабжения, а также построят новые очистные сооружения. Уже к концу этого года в крае возведут и реконструируют порядка 20 километров водопроводных сетей. 65 тысяч тонн проволоки в год на Абинском электрометаллургическом заводе открыли метизный цех. На церемонии торжественного запуска присутствовали полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, заместитель министра промышленности России Виктор Евтухов и губернатор края Вениамин Кондратьев. Первый камень в основании новой очереди завода заложили всего два года назад. И уже сегодня здесь готовы к производству. Мощности предприятия такие, что продукция метизного цеха способна закрыть большую часть потребностей юга страны в проволоке. Уверен, что работа нового цеха, оснащенного современными технологиями, значительно увеличит объем выпуска продукции, повысит его качество, позволит создать дополнительные рабочие места. На новом производстве будут обеспечены достойные условия труда и высокая заработная плата его работников. В целом, все это, безусловно, укрепит экономику Кубани. Должен отметить, что в последнее время Краснодарский край динамично развивается. Растет промышленное и сельскохозяйственное производство, денежные доходы населения. Строятся новые производственные и социальные объекты. Сегодняшнее событие наглядный тому пример. Главное, что сегодня мы делаем, мы на самом деле продукцией метизного цеха снимем большую часть потребностей в проволоке на юге России. Мы вытесним с нашего рынка зарубежные аналоги. Это принципиально важно. Можно говорить, а можно делать. И сегодня перед нами реальный результат дел. Людей, которые не говорят, а делают. Да, на непростую, где-то может быть, экономическую ситуацию. Да, это риск вкладывать собственные инвестиции и надеяться на то, что они не то, что прибыль будет, а вернутся или окупятся. Два года назад на этом месте мы закладывали камень. А сегодня открываем высокотехнологичное производство, равного которому еще нет в России. Это флагман промышленности нашего края. И каждый из нас здесь – это часть этой большой экономики, развивающейся экономики нашего края. Вы – маленькая часть большой экономики. Владимиру Устинову и Вениамину Кондратьеву показали, как происходит производство на заводе. Кроме метизного цеха, небольшая экскурсия по стали плавильному. Абинский электрометаллургический завод – один из ведущих не только в России, но и в мире. На предприятии сейчас работают больше трех с половиной тысяч человек. Сочи возглавил рейтинг самых счастливых городов России. 20 марта во всем мире празднуют День счастья. К празднику эксперты сервиса бронирования отелей провели опрос в интернете, чтобы выяснить, где в нашей стране живут самые счастливые люди. Международный День счастья, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН, в 2012 году отмечается для того, чтобы признать важность счастья в жизни людей во всем мире. Итак, рейтинг счастья возглавили жители Юга России, из Краснодарского края и Крыма. По результатам опроса «Твил.ру» за Сочи, как самый счастливый город, проголосовали 30% опрошенных. На втором месте в списке самых счастливых регионов – Крым и Севастополь. На третьем месте – Санкт-Петербург. В топ-5 самых счастливых регионов также вошли Москва и Калининградская область. В Сочи выбрали лучшего менеджера по продажам. На курорте сегодня прошел конкурс профессионального мастерства, участниками которого стали специалисты по продажам в гостиничном бизнесе. Первый в Сочи подобный конкурс организовала Ассоциация отельеров «Амос». Презентовать отель «План маркетинг» и подготовить привлекательное коммерческое предложение для менеджеров по продажам подготовили несколько непростых, но очень интересных заданий. На презентацию не более 7 минут. На подготовку предложения для привлечения новых клиентов – всего один час. В числе жюри – профессионалы в области индустрии гостеприимства. Конкурс профессионального мастерства продажи проводят в Сочи впервые. Его участниками стали 11 объектов размещения. Это и небольшие частные гостиницы, и крупные сетевые отели. На конкурс заявился даже отель из Абхазии. Это всегда очень полезное мероприятие, потому что это не только обмен опытом, но это на самом деле разобрать конкретные ситуации. То есть узнать про ведущие российские международные практики, поделиться какими-то своими проблемами, задачами, заботами, на которых коллеги, как правило, всегда подсказывают очень интересные советы, рекомендации. И все это позволяет нам еще двигаться вперед. Конкурс организовала Ассоциация отельеров АМАС, которая объединяет отельеров Сочи и Краснодарского края. Организаторы отмечают – смотр профессионалов ориентирован не на руководителей продаж, а на среднее звено. Его участники – рядовые менеджеры. Но рядовой их работу не назовешь. Ведь именно они ищут для гостиницы клиентов и первые, кто делает отдых гостей в отеле комфортным. Скорее всего, мы будем не только продолжать, но мы будем организовывать конкурсы и для других специалистов. И будем стараться, чтобы это было больше направлено на развитие именно линейного персонала. То есть в данном конкурсе не участвуют руководители продаж. Это было заявлено сразу. То есть мы работаем со средним звеном, с нашим будущим. Возможно, именно эти менеджеры в будущем станут руководителями продаж в своих отелях. И нынешний конкурс – это как раз-таки одна из ступеней в их карьерной лестнице. Новый полезный опыт. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. 21 марта в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс семь, плюс девять. Днем десять, двенадцать градусов выше нуля. Весенние образы от французской фирмы «Эвелин Болеро». Модные наряды на новый сезон. Магазин «Дамский каприз», торговая галерея напротив агропрома. Выставка-ярмарка, продукты питания, напитки от «Соут». Мясная, рыбная, молочная и овощная продукция. Крафтовые сыры, мед, эко-продукты, деликатесы по выставочным ценам. Розница и оп. С 21 по 23 марта. Жемчужина, вход свободный. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив агропрома. Российский актер театра и кино Александр Петров дал мастер-класс юным сочинским артистам. В Сочи молодой, но уже известный актер российского кинематографа приехал со спектаклем «Гамлет». Он прошел накануне вечером на сцене «Зимнего», а днем Петров поделился секретами актерского мастерства. Подробности у Татьяны Говорковой. Со стороны это кажется обычным дурачеством, но в деле крайне необходимо для артиста, чтобы раскрыться на время абстрагироваться и показать себя на все сто. Богдан Щербаков занимается в студии творческого развития, основанной Константином Хабенским, три года. За это время ему не раз доводилось совмещать рассказ текста с физкультурой, но мастер-класс от Петрова, безусловно, стал лучшим опытом. Он очень раскрывает, и все эти зажатости, они все пропадают. У меня был такой момент, когда я ощущал только себя и его. Даже если я не буду поступать на актерское мастерство, на театральный факультет, то это в жизни всегда пригодится открытость. Подобный мастер-класс сыграл большую роль и в жизни самого Петрова. Будучи студентом экономического факультета, Александр попал на фестиваль любительских театров, где такие же занятия проводили педагоги из ГИТИСа. Тогда будущий артист и понял – это его призвание. Я просто это запомнил на всю жизнь тогда. И тогда у меня было даже не желание, а уверенность в том, что я точно поступлю, и все будет хорошо. Может быть, сейчас и у них, у кого-то из них вдруг человек как-то переселкнет, и он скажет себе «Да, все, я хочу». Мастер-классы и тренинги под руководством известных артистов и ярких педагогов – часть образовательного процесса студии. Ее воспитанники изучают основы актерского мастерства, сценическое движение, речь, хореографию и культуру слова – всем тем навыкам, которые необходимы не только для актерского мастерства, но и в жизни. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Компания ЕГЭ-2019 началась в России. В Краснодарском крае на досрочные экзамены по литературе и географии пришли 118 выпускников. Досрочный период единого государственного экзамена открывается сегодня и продлится до 10 апреля. Как сообщает Рособранадзор, всего участия в экзаменах досрочной волны примут 35 тысяч человек. Больше всего участников досрочного периода подали заявление на ЕГЭ по русскому языку – это традиционно самый массовый экзамен, а также по профильной математике и обществознанию. Сдать ЕГЭ в это время смогут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительным причинам не могут принять участие в экзаменах в основные сроки. В пресс-службе Рособранадзора уточнили, что экзамены досрочного периода пройдут во всех регионах России, в том числе ЕГЭ, в обязательном порядке сдают и все выпускники школ Крыма и Севастополя. Основной же период ЕГЭ начнется в мае и продлится до середины лета. На Кубани в 2019 году в сдачу единого госэкзамена примут участие 25 тысяч человек. Центр развития волонтерства в Сочи объявляет день открытых дверей. 26 марта в 16 часов по адресу улица Советская, 26А пройдет встреча со всеми желающими вступить в ряды городских волонтеров. Гостям расскажут о новых мероприятиях международного, федерального, регионального и муниципального масштаба. О федеральных и краевых конкурсах с призовым фондом до 4 миллионов рублей, в которых может принять участие каждый волонтер. Также все желающие смогут заполнить новую анкету и оформить волонтерскую книжку. Для тех, у кого не получится прийти 26 марта, такие же дни открытых дверей пройдут 28 марта, 2 и 4 апреля, также в 16 часов. Время людей. Под таким названием в арт-медиа-центре «Родина» открылась выставка работ молодых художников. Все они участники арт-группы «Станция», которая организовала вот уже девятую выставку. Арт-группа «Станция» – объединение молодых художников. На выставке в арт-медиа-центре «Родина» они представили живопись, графику, инсталляции. Всего более 40 работ, объединенных темой «Время людей». Такая тема важная, как «Время» и вдруг затрагивает умы совершенно молодых людей. Хотя казалось бы, что это не должно их коснуться еще. Но такие философские размышления о жизни, о людях, об искусстве, о ценностях – это, конечно, не приветствовать невозможно. Достаточно посмотреть на картину, чтобы понять, что волнует сегодня творческую молодежь. А здесь все от веселого и даже космического до реального вполне земного. «Время людей» – это выставка духовных и моральных ценностей. Вместе с художниками мы изучаем структуру мироздания и тонкую, ранимую психику человеческой души. Для Анастасии Филипповой выставляющейся первый раз все куда серьезнее. Она открывает свой внутренний мир через живопись. Эта работа стала иллюстрацией к песне «Пилигримы» группы «Операция пластилин». Она еще не нашла свой путь. Она в поисках, но это просто путь, процесс. Я рисую то, что случается в моей жизни. Картинную галерею разбавляет инсталляция под названием «Экебана». Это ответ японской традиции от сочинского художника, пришедшего поддержать талантливых ребят. «Экебана» – это не только создание цветочных композиций. «Экебана» – это широкий смысл. «Экебана» – это древняя японская практика тренировки сознания и нахождение гармонии в окружающем пространстве. И эта конструкция состоит из множества разных, не связанных друг с другом вещей. Связать все воедино и найти свой смысл в представленных работах можно самостоятельно в арт-медиоцентре «Родина». Выставка здесь будет работать около двух месяцев. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». Смотрите нас также в телепакетах «Билайн» на 76-й кнопке и в социальных сетях. В группах «Новости Сочи ФКТ» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...